приветствую всех на своем канале парня сегодня вот такой вот наборчик всем известный а компания звезда як пантера истребитель немецких танков старая италовская модель но насколько старой мне неизвестно в перепаке звезды долго болтать не будем рассусоривать открываем коробку и в общем что я хочу я хочу значит инструкция инструкцию потом этот набор как я только купил сразу выкинул из него виниловые гусеницы отдал их сыну в игрушки он там из них монстр траки делает вот благодаря моему другу сергею александровичу кулакова он мне прислал в добавлении к этому набору вот такие замечательные наборные рабочие траки от звездовской пантеры пантеры которую разработала компания звезда чем этот набор мне нравится то что там в нем есть вот живые такие рабочие наборные траки вот это плюс потом ну это всем вам известный набор тут корпуса и какая-то там мелочевка деталюшка потом он мне прислал остатки от своей ягд пантеры от менговской ягд пантеры вот такие вот плюшки это брус деревянной канистры потом еще две канистры по моему ведра это но хотя ведра буду делать другие как я понимаю бревно тонкая тут и еще что то вот буду использовать тоже на эту ягд пантеру на звездовскую как плюшку вот это всем известный элитник от этой ягд пантеры от эталовской вот чего нам говорить от себя я еще добавил купил на сайте моделизмус интернет-магазин моделизмус у паша кузнецова от микро дизайна вот такой набор сетки на пантеру звезда я понимаю что вот эти сеточки они шире чем зачем вот эти вот сетки которые есть у ягд пантеры они шире ну я поступлю таким способом я возьму их просто по размеру вот так вот обрежу по ширине и все простите меня но просто другого там набора тогда не нашел купил я учету за 130 рублей за 150 уже не помню по 6 смотришь это видео тебе огромное спасибо за эти сеточки потом чё тут декали все вы их знаете декали от звезды на ягд пантеру кресты цифры ничего тут такого нет от себя вложил почему-то вот такой номер давным-давно это было потом шансовый инструмент от дракона не помню от какой модели тут видите даже канистры присутствуют ну и весь шанс почти посмотрим буду я дополнять не буду не посмотрим потом от драконовского набора оставшиеся колыши вот потому что но тут какие-то колыши пища печально их фактически нет тут как видите просто пластиковый тросик и какая-то вот фигня какая-то петля но что-то немножко несерьезное считаю посмотрим буду ставить эти вот потом от драконовской модели еще вот такой вот ствол от какой модели не помню я его как говорится хочу сюда поставить вот ну посмотрим насколько он подходит насколько он не подходит за такие фанаты немецкой бронетехники меня подправят и могут указать стоит ли этот ствол ставить или не стоит также мной был приобретен металлический ствол от компании model gun 88 миллиметровая пушка квк 43 дроп 3 для king тигра и другие я узнал у олега лебедева фаната и гуров пантер всех все вы прекрасно знаете этого великолепного моделиста можно ли заказать этот ствол для данной як пантеры он мне сказал что да можно вот так что буду инкрустировать вот этот вот ствол вот сюда вот вот он начинается тут ствол у италовской пантеры вот сюда буду как-то применять может быть вот так вот обрежу начало ствола и вот вот так вот буду вставлять посмотрим дело покажет в общем вот такая вот затея хочу металлический ствол применить несмотря на то что ранее мой был вложен сюда вот такой пластиковый ствол ну ничего если он не пригодится пойдет на другую вот вот такие дела еще тут всякие ништяки от оставших остатки дрэгоновских пантер мы извиняюсь моделей понакидал сюда у меня их не то что много но есть вот такой вот люк еще есть вот такой с ручками возможно на эту пантеру не пригодится знатоки мне поправлю на такие мне подскажут буду на вас надеяться знатоки и местом отчасти немецких танков вот вот такой вот обзорчик на все это добро но болтать хорошо надо браться за дело хотел бы по быстрому слепить этот набор вот поэтому коробочку в сторону берем вот такой вот литник коробку убираем я запасы инструментом приготовил инструмент это вот надфиль который мне подарил мой подписчик алексей алексей за это спасибо большое тебе за этот надфилек за этот подгон очень удобная ручка и сразу здесь заточен надфиль под снятие деталей с литников вот начинаю как обычно с катков и с ванной корпуса берем инструкцию открываем чтобы долго вас не задерживать смотрим что тут 1 1 у нас ванна корпуса ну и катки но ванну корпуса соберу за кадром это нудная работа я ее хочу сделать за вас вернее за заказа кадром вот как я делаю поступаю с каточками с каточками я поступаю очень просто беру вот такой вот пакетик допустим вот сама защелкивающийся вернее защелкивающийся первой операции у нас ряд катков сейчас приближу чтобы вам было лучше видно вот так ряд катков 17 а 4 штуки берем подберем пакетик и подписываем 17 а чтобы потом не перепутать эти катки с другими допустим пишем здесь вот здесь вот в уголке я всегда внизу пишу 17 а а какая прописная прописная вот так вот 17 а вот все написали видно видно все еще на литнике 17 номер катков 17 вот они 17 каточки наши вот они целый ряд вот они целый ряд каточков вот этот 22 пардон а вот эти все 17 эти 3 17 эти 22 значит что делаем ну я не буду использовать как алексей не советовал эту штуку сейчас для катков потому что боюсь что ты начну откусывать питатель таким способом методом среза и отколю часть бандажа поэтому я прибегну вот такой к такому традиционному способу использовать надфиль я буду только зачистки для зачистки следов оттолкателя буду использовать бака резики и все 17 катки но просто срезаем отсюда вот так вот раз два три я сейчас все срезать не будут покажу только часть катков катков потом я их буду крик красить также отдельно и отдельно буду пакетики в эти складывать чтобы не перепутать во время покраски с другими к точками вот вот шпинек как увидите берем его и зачищаем все все здорово гладко он смотрите ничего нет не знаю насколько там камера передает вот сейчас вроде резко становилась все и с этой стороны еле заметные вот так проводим очень острый надфиль лёша спасибо еще раз огромный друг очень здоровский надфиль вот все к точек готов и перед обезжириванием покраской кладем его сюда чтобы следовать инструкции теперь следующий к точек обожаю это дело делать ходовой на танки я всегда это делаю первым делом катки ванна корпуса это первое даже если берешь какой-то модели в начале инструкции стоит сборка башни я ее от листовую сразу перематываю как говорится в другую сторону и начинаю все как обычно по классике с ванной корпуса со сборки ванной корпуса из с отделением от ледниковых рамок катков вот пожалуйста все три катка есть уже тут их надо 4 берем 4 к точек где он вот он 4 к точек хоп-хоп отделяем берем очень мягкий кстати пластик очень мягкий очень такой податливый не жесткий несмотря на то что набор уже старый и довольно долго лежал мне на чердаке вот так вот все парни оставшуюся сборка вам показывать не буду и так все понятно фантастики тут никакой нет вернее я остановлюсь на нюансах извиняюсь как я буду устанавливать металлический ствол как я буду ставить сетки там и так далее может быть на каких-то точечных нюансах я остановлюсь покажу это на камеру а так все остальное по классике все и так прекрасно знают как собираются сборные модели значит так попробую подробнее рассказать что я сделал со стволом от ствола я отрезал вот этот разделил вернее отрезал эту часть ствола так как она нам нужна она у нас есть вот в металле вот она эта часть ствола она у нас в металле вот она вот видите вот соответственно мы вот эту часть вот оставшуюся вот и видите если это так выровнять этот кусочек расстояние мы можем ставить вот сюда в казенную часть будем говорить орудие вот это срезал потом ствол сам сюда не входил я взял круглый рашпиль или надфиль как его можно назвать и расточил здесь вот этих двух половинках пока они не были склеены проточил побольше отверстия под этот ствол металлический ну вот и теперь можно вот так вот взять их склеить сейчас эти две половинки склеить и на цианок крыла туда ровно приклеить ствол металлический все но потом соответственно пойдет маска орудия ну вот и потом все это дело сначала это дело все оденется вот сюда в маску орудия или как называется потом уже оденется сама маска вот так вот вот вкратце как прошла проходит у меня инсталляция но металлического ствола вот в 2 модель сборка подходит концу ягд пантеры вот собрал траки от звездовской пантеры которая была выпущена не помню в каком году в четырнадцатом или в пятнадцатом там в комплекте были наборные рабочие траки вот их вот так вот собрал они пока плохо гнутся потому что кое-где пролился клей кое-где это они еще заиндивели их приходит приходится расшатывать раз разрабатывать ну вот вот собрал немножечко ходовой сын не помогал собирать он устанавливал эти все катки чтобы понять что как сколько гусеницам не надо потому что мы поступали таким вот образом ставили вот так вот на эту на гусеницу танк вернее пол танка брали вот так вот оборачивали и потом с этой стороны вот так заворачивали и смотрели сколько нам траков надо доклеить вот таким вот путем сейчас этот кусочек у нас сюда вставить будет вот без этого никак не получалось понять сколько нам надо собрать траков вот такая вот история так здесь у нас что здесь у нас вот вот эти площадки почему-то они очень плохо клеится которые соединяют так траки сейчас еще раз промажу клеем очень сильно впитывается клей в пластик пластик прям какой-то непонятный как губка буквально чего за пластику звезды не знаю впитывает клей максимально быстро просто максимально быстро не успеваешь ничего сделать бац-бац он уже впитался не в ту деталь которую хотелось бы или наоборот просто высох на поверхности ну вот вот такая вот ситуация но это что касается ходовой ну вот сейчас я тут так пускай лежит сохнет это я уберу и теперь что касаемо верха верхней части нашей самоходки установил металлический ствол срезал с родного ствола где-то он у меня здесь лежит вот он родной ствол срезал с него дульный тормоз вот как видите вот с этой части вот с этой части срезал пилкой дульный тормоз и на цианокрылат приклеил его вот здесь из шпаклевки акриловой по дереву добавил фактуру литой брони потому что родная была очень слабая и было хоть такая замыльная его было еле-еле видно все-таки на пантерах она немножечко до торчит вот ну и все это дело приклеил а вот как видите вот здесь вот эту часть ствола я срезал пластиковую приклею чтобы приклеить металлический ствол но я ее не выкинул и приклеил вот сюда чтобы здесь организовать противовес для орудия вот какой он будет пока не знаю но что-то надо будет придумать вот такие вот такие вот дела по як пантере вот таким вот неспешным образом все движется вот сейчас я все это дело сюда приклею и будут двигаться дальше хочется уже поскорее увидеть самоходку сборе но так но из-за траков я так понимаю что придется ее все-таки наверное красить отдельно и потом после покраски все это вместе собирать потому что из-за сложности установки гусеничной ленты только из-за этого вот только из-за из-за этого момента а так она вот такая вот симпатулька получается уже металлический сквол стол конечно украшает тут еще на броне много чего не доклеено здесь еще нет сеток фототравления вот на этих всех местах еще и будут их буду клеить вот и сюда еще что-то не хватает много чего не хватает закончил сборку ягд пантеры получились вот такие вот две подсборки низ отдельно вверх отдельно почему потому что ну и как видите две гусеницы ленты левая правая и тут от каточки лежат в пакетике они уже все обезжирено этиловым спиртом все как говорится подготовлено для грунтования почему так потому что я уже по своему опыту знаю я придется мне делать что загрунтовать покрасить катки и низ корпуса ну и траки естественно тоже придется сразу все это загрунтовать и покрасить сделать визеринг установить ну частично визеринг смывку нанесу на катки ну и сюда вот установить все это на низ корпуса собрать полностью ходовую одеть гусеницы уже полностью с готовым визерингом возможно вот и только после этого уже брать вверх и по и приклеить его окне к ванне корпуса вот потому что я вот через эти два брызговичка но будет очень проблематично мне просовывать гусеницу она очень хрупкая на разрыв просовывать чтобы протащить ее вот сюда вот вперед вот деваться будет она спереди назад вот вот такая вот у меня технология так что ночью все сейчас отправляюсь в цех как говорится грунтовать самоходку начинаем покраску немецкого танка как обычно с бандажей намешал вот такой цвет в банки из под xf 63 намешал xf 63 фактически герман грей тут он конечно светлее свет потому что осветляет он на самом деле темнее и подобрал под диаметр катков в на круговой линейке подобрал вот такую вот штуку вот такой вот диаметр подобрал он идеально подходит вот смотрите идеально все вот она будет участвовать и наш подвигаем в сторону свет намешан в аэрографе начинаем задавать бандажи а потом уже основной свет камуфляза танка как видите модель загрунтована цвет махагон из аэрозольного баллона я задул вот ну с этой стороны не стал задувать внутреннее не видно вот сами понимаете аэрозольный баллон дает большой росту вот загрунтовал нанес вот такой вот получился такая грунтовка вот все поехали начинаем надувать бандаж первым делом всегда бандажи вот такой вот результат на самом деле все это темнее тут просто у меня светят две лампы и они очень сильно искажают свет вот он намного темнее чем это самом деле дать им ничем нет на самом деле выбываем как следует расстоянии звук от отца не изъява желтезна пластика теперь переходим к покраске основным камуфляжем здесь в аэрограф я залил краску xf60 и добавил в нее вот сюда в аэрограф прям и лака глянцевого x22 прямо буквально на глаз точно лизировки нет ну где-то примерно вот так вот я его добавил вот вот на такую вот вот так вот вот на такую вот банку она почти полная вот так вот где-то от края ну и изопропанова естественно и изопропанова обязательно без него никуда иначе он будет густой будет плеваться ну и как я говорил ранее в своих роликах обожаю этот процесс когда простая пластиковая модель начинает превращаться детали боевую машину с помощью круговой линейки отбиваю бандажи от диска вот такая вот получается ну почти уже реалистичная красота вот этот момент я очень сильно люблю моделизм смотрите какой кайф сейчас высохнет пока я крашу все копки с одной стороны это где-то на минут пять-десять займешься вот это все хозяйство не по перекрасить с одной стороны потом высохнет я перевернул и буду красить с этой стороны вот так вот подставляем четко видите вот реборда катка она четко идет по кругу линейки то есть весь бандаж закрыт потому что высокая реборда чего вот не хватает на некоторых моделях очень высокая реборда катка и все и задуваем я убавил факел распыла убавил где-то у меня там часто и кило двести на компрессоре и вот такая красота смотрите чуть легкий блеск от глянцевого лака хотя добавил чуть-чуть буквально вот такая вот красотища у меня ушел целый час на покраску катков от ягд пантеры потому что ну покрасить ходовую немецкого танка со схемой расположения катков книп кампа это вам не поле перейти вот тут очень сложно все с двух сторон ведь не то что сложно а надо прокрасить все с двух сторон плюс дать первому слою высохнуть потом так переворачивать красть со второй стороны и плюс вы посмотрите сколько катков здесь мы просто их тут великое множество по сравнению с обычными танками с верни станками у которых схема расположения каков классическая будем так называть теперь переходим покраски самой самоходки загрунтовал цветом махагон из аэрозольного баллона от фирмы bosnia вот такая получилась грунтовочка но красить начинаю я как обычно с низа с вами корпуса вами корпуса также был загрунтовал заскочил все оси для катков звездочку оставил не заскочены ничего страшного вот и заскочил те места где самоходка будет клеится корпус у кого не корпус или ванна корпуса будет клеить к самой самоходке эти все места я проскочил потому что вот здесь вот чтобы у меня был чистый пластик чтобы все потом модельным клеем спокойно приклеить потому что я как некоторые моделисты делают у меня знакомые тоже есть они национал крылат с помощью цианокрылата то есть когда красят все закрашивать с помощью цианокрылата склеивают корпус сверху ванну корпуса сверху корпуса я так не люблю я люблю все клеить на модельный клей чтобы вверх корпуса сплавился с ванной корпуса и тогда модель получается монолитных приступаем покраски выкрашиваем внутри ведущую шестеренку или колесо так же не забываем про ребрение самого колеса тут хитрого ничего нет все очень просто так же Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok Это видимая часть гусеницы На видимой части это необходимо сделать С внутренней стороны я этого делать не буду Можете меня поругать заранее Но на видимой части я сделаю Накатаю этот блеск Видите, легко и просто Карандашиком все это блестит уже Накатывается Красота у меня получилась Буквально где-то 3 минуты На это все ушло Теперь перед установкой катков Хочу что сделать С помощью клея ПВА С помощью пигмента дорожная пыль Вот такой примерно Дорожно-земельный цвет Хочу подготовить борта Чтобы они не были девственно чистыми Покрашенными Хочу чтобы они были у нас Как у повидавшей вида машины Которая много ездила Много где пачкалась уже Хочу создать так сказать фон С помощью вот этого пигмента И клея ПВА Потому что потом я одену катки И сюда уже будет не подлезть Одену гусеницы Не хотелось бы Все это дело потом пачкать Через катки пытаться Что-то тут кисточкой подлезть Ну и собственно хотелось бы уже Одеть сверху Корпус Танка С пушкой Хотелось бы все это соединить И потом уже спокойно красить Потому что при соединении корпуса Верхней части Танка с нижней Вот тут вот сто пудов будет Прольется где-нибудь клей Выступит клей Будут пятна Сожрет он краску И вот здесь тоже самое Вот Поэтому Лучше до покраски Все это сделать И Уже потом соединять И потом уже вернее красить Вот такой вот распушенной кистью Действует Вот так вот Теперь Кладем кисточку Ставим на бок нашу Ванну корпуса Используем Уже ненужную схему Сборки Она уже нам не нужна Она свое дело сделала К тому же тут такая схема сборки Что Ребенок разберется И посыпаем Просто посыпаем Вот так вот Пальцем потряхиваем Лишнее потом Стряхнем ПВА впитает нужное количество Пигмента Лишний пигмент Сам отлетит Вот Желательно конечно Все просыпать Без пробелов Можно все и не просыпать Кому как нравится Вот Оставлю посохнуть Ну где-то минуту И потом лишнее стряхну Прошло около двух минут Стряхиваем все С бортов Все что не приклеилось Хорошенько стряхиваем Ну вот Там где клея было много Там Осталось много пигмента Задержалось Вот Хотя бы так Это лучше чем просто Гладкий ровный борт Я считаю Я считаю Теперь То же самое Сейчас этот пигмент Надо стряхнуть В баночку Вот сюда Обратно И проделать То же самое С другой стороны Прошел где-то час После высыхания Двух сторон Здесь высохло Все и здесь Все высохло Но тем не менее Он не настолько Хорошо пропитался Этот пигмент С помощью ПВА Да даже если закреплять Его пигмент фиксером Все равно Он весь не пропитается Слойность Потому что высокая У пигмента Тут Вот И Во время монтажа катков Все равно Все это будет падать на стол На пальцы попадать Но чтобы это Сильно так Избежать По меньшей мере Кисточкой Вот такими движениями Он видите Он сыпется Вот Вот Вертикальными движениями Лишнее То что не зацепилось То что не закрепилось То что там Где слой был высокий Просто вертикальными движениями Вот так Вот как мы делаем Фильтр Как мы делаем Там всякие эффекты Стрекинг эффекты Мягкой кисточкой Можно вот так вот Лишнее убрать Ну и естественно Опять это все Пересыпать в банку Я лично пересыпаю Кому не нравится Могут выкинуть Это дело На этот пигмент Вот Ну вот видите Какое количество Пигмента Тут еще О У нас насыпалось Ну вот Ну вот Тем не менее Борт выглядит таким живым Попачканным Что танк Ездил по пересеченной местности Что он передвигался По пересеченной местности И грязь налипла Уже не будет такой Чистенькой моделькой Не люблю я чистенькие модельки Если честно Мне все это игрушки напоминает Хотя есть моделисты Которые любят чистенькие модельки Я никого конечно не осуждаю У каждого свое направление Своё видение в моделизме Каждый строит свои модели Так как ему нравится Ну вот я лично люблю Чтобы модель выглядела Как реальный боевой танк Ну или приближенный Или похожий визуально На рабочий боевой танк Вот Поэтому я пачкаю Свою модель Так как мне нравится Опять же Кто-то скажет Что это излишество Но мне нравится так Ну вот пожалуйста Вот такой вот Красивый рабочий борт Теперь можно заниматься Установкой катков и траков Как видите Одел Пол танка В гусеницы И катки И Теперь Вот перед установкой корпуса Сижу развлекаю себя Вот такой вот штукой Как видите Вот здесь очень хорошо видно Как и с помощью этого карандаша Натер на грунтозацепах На траках Блеск Металлический Вот отсюда вот И вот через всю ленту Вот Просто сижу Смотрю различные ролики Различные фильмы И развлекаю себя Вот таким образом Вот Одну сторону натер На вторую я дошел Где-то вот До сюда Вот видите Дальше уже не блестит Вот Сегодня я уже Уже вечер Сегодня я уже не успею Сомкнуть Вверх корпуса Самоходки Снизу Поэтому вот сижу Вот развлекаюсь Таким способом Почему? Потому что Этого Вернее не так Я сказал Этого можно было бы И не делать Почему? Потому что Будем наносить еще Пыль Еще фиксировать Ее пигментом Фиксер Пигмент фиксером Или еще чем-то Машину буду делать На лето Поэтому будет много Ну как много Хочу ее припылить Сделать запыленной Ходовую Ну почему-то Хочется сейчас Посидеть Вот так Поразвлекаться Потому что Я сегодня Достаточно Помучался С установкой Гусениц Не все Шло гладко Было Очень много Неприятных Моментов Во время Установки Гусениц Рвалась Расслаивалась Понял Для себя Что звездовские Траки От Пантеры Лучше всего Собирать на Санакрилат Тогда они Не разваливаются Но опять же Собирая на Санакрилат Надо Учитывать Такой момент Чтобы она Оставалась Подвижной Вот А я собрал Ее просто На модельный клей Надеюсь на то Что сплавится И так далее И будет все здорово Но нифига не сплавилась На ответственных Участках Поворотов Гусеница Расслаивалась Вот И пришлось Ее повторно На некоторых Местах Соединять Национакрилат Ну в общем Сижу вот так Развлекаюсь И Завтра Наверное Уже буду Соединять Все это Хозяйство Воедино Итак Следующий Цвет камуфляжа На нашем танке Вот Танк у нас Собран Все Соединил Вверх корпуса Снизу Корпуса Вот такой Камуфляж У РФМ Я увидел Мне он просто Понравился Понятно что Здесь другая Модификация Пантеры Возможно Як-Пантеры Вот Вот такой Камуфляжик Вот такой Вот он Непростой Снял планшет Со спящего режима Потому что Буду смотреть На планшет Поставлю Сейчас Вот так Вот сбоку Вот Буду на него Смотреть И рисовать Аэрографом Камуфляж Вот Значит Следующий цвет Будет Дюнкельгрин Как он называется У немцев Я его Намешал сам Конечно Тут как обычно Цвет искажается Тут две лампы Горят Светодиодные У каждой Своё Свечение Вот Вот такой вот Цвет Очень жидко Развел краску Тут Из-за Пропанооса Да Набухал Но Набухал Как Так Чтобы Укрывистость Оставалась Вот Чтобы не терять Укрывистость Сейчас Буду рисовать Поставлю Аэрограф На Маленький Режим Убавлю Аэроконтроль Вернее Уже Убавил Убавлю Подачу Краску На Триггере Вот И что Глянцевый Лак Я сюда Уже Добавлять Не буду В Аэрограф Сам Аэрограф В глянцевый Лак Добавлять Не буду Почему Потому что Он Загустит Краску Пускай Ненамного Загустит Но это Мне И это Мне усложнит Рисовать Линии Очень Тонкие Которые Я сейчас Буду Рисовать Вот еще Надо Убавить Триггер Сейчас У меня Тут Заправлен Просто Из-за Пропонул Вот Мне Надо Будет Рисовать Тонкие Линии Вот Такие Прям Вот Такие Тонюшенькие Вот Камуфляжные Поэтому Лак Лучше Не Добавлять Я Просто Потом Лаком Пройдусь После Завершения Оставшихся Дух Цветов Камуфляжа По Во всей Модели Вот Значит Как я Готовлю Краску Для Рисования Таких Тонких Линей Конечно Это Аэрограф Не Самый Лучший Почему То Он Очень Плохо Рисует Линии Очень Широкий Сильно Разбрызгивает Хотя Сопол Тут 0.2 Стоит Вот Как я Готовлю Краску Сейчас Покажу Берем Банку Несмотря На то Что Краска Хорошо Размешалась Банка Чистая Все Прекрасно Все Здорово Все Равно Там Будут Какие Комочки Парни Которые Будут Мешать При Такой Тонкой Работе Одеваем Вырезаем Фрагмент Женского Чулка Или Фрагмент Колготок Женских Вот Жена Мне Тут Выделила Старые Драные Колготки Я Порезал На Фрагменты Берем Вот Так Вот Аэрограф Ну Я Вот Так Вот Делаю Кому У Кого-то Другие Может Быть Способы И Вот Так Выливаем Сюда Краску Вот Делаем Ее Еще Максимально Чистой Максимально Не Жидкой Вернее Максимально Жидкой Вот Вот Так Вот Все И Закрываем Крышкой Все Аэрограф Готов Теперь С баночки Аккуратно Этот фильтр Снимаем И выбрасываем Просто В сторону Он нам не нужен Все Этот фрагмент Он не нужен Вот Вот Такой Способ У меня Кому Нравится Дешевый Простой Как Говорится Беззатратный Чулки Колготки Женские Есть В каждой Семьи У кого Есть Жена Или Девушка Начинаем Покраску Самоходки Здесь Я уже Пробовал Начинать Красить За кадром Но Краска Оказалось Не ту краску Взял Она у меня Разделилась На фрагменты Видимо Я смешал Какие-то Две Краски С разными Растворителями И в общем Она Перелив В аэрограф Сюда Стала Забивать Мне сопла И Покраска Остановилась Ну Продолжаем Это Ладно Продолжаем Красить Теперь Зеленый Цвет Камуфляжа Тут Я уже Начал Как говорится Хочу Покрасить Без Применения Камуфляжных Масок Почему Потому Что Ну Видел Где-то Размазанные Камуфляжи Немецкие Которые Покрашены Не По Лекалам Поэтому Вот Хочу Покрасить От руки Нанести Камуфляж Ну Это Во-первых Что и Интересно С художественной Точки Зрения Чем Ты Просто По Лекалам Краешь Как Обычный Маляр А А Не Как Художник Вот Сейчас Я пока Что Повторю Эту Линию Вот Видите Более Светлый Оттенок У Краски Тем не Менее Все равно Немножко Сопло Забивается Придется Приоткрыть Иглу Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Из-за ствола, прошу извинения, не видно, как идет линия... Продолжение следует... Теперь попробуем эту нарисовать... Продолжение следует... 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 Смотрите продолжение в 3 части. Смотрите продолжение в 3 части. Смотрите продолжение в 3 части. Очень сложно среди всех вот этих вот деталей тут прорисовывать камуфляж. Но тем не менее я стараюсь. Смотрите продолжение в 3 части. 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 Теперь следующий цвет камуфляжа. Ред браун. Буду наносить. Я не добавляю в 3 части. Я не добавляю в 3 части. Я не добавляю в 3 части. Смотрите продолжение 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 в 3 части. Звучит музыка. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Добавил изопропанола, все здесь без лака, как я и говорил. Все это делаю и приступаем. Продолжение следует... Попробуем начать с крыши. Тут самое простое, все элементарное. Продолжение следует... Возможно, будет плохо видно. Точки надо наносить очень аккуратно, без плевков. Так-то вот так вот получается. Не знаю, как там видно. Процедура не быстрая, скажу я вам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, процесс нанесения камуфляжа завершен. Как видите, все точки дюнкель-гельбом нанесены. Следующий этап это нанесение декалей. И будет легкая продувка глянцевым лаком для того, чтобы нанести смывку. Потому что дюнкель-грин и ред-браун я наносил без добавления глянцевого лака. А это будет затруднительно при нанесении смывания смывки. Как видите, смывку я нанес на всю модель. Сначала был нанесен глянцевый лак. Потом я... Сначала, вернее, была нанесена декаль. Из декали только бортовой номер. Потом все это было покрыто глянцевым лаком. Для удобства нанесения смывания смывки. Потом нанес смывку на все части танка, как вы видите. Все. Все готово. И теперь следующий этап это нанесение сколов ржавчины. До ржавчины, до металла. До ржавого. В общем, нанесение сколов. Для этого я использую вот такую краску идея. Краскакриловая, матовая. Из магазина Леонардо. Там она продается в таких вот баночках. Стоила она, по-моему, 130 рублей. Вот. Через аэрограф она не дуется вообще. Она только сделана под кисть. Чем ее разбавлять, я не знаю. Чем я только не пробовал ее разбавлять. Она не разбавляется. Вот. Только под кисть. Вот. Ну, вот для этой операции она очень хорошая и удобная. Для этого берем. Просто достаточно. Она вот такая вот пастообразная. Не жидкая, как паста. Достаточно того, что есть на крышке. Нужен поролон от любой губки. Вот в моем случае какая-то губка. То ли для мытья, то ли для мытья посуды. Не знаю. Подобрал у себя. Отрываем оттуда фрагмент. И кончик фрагмента вот. Должен быть такой. Я его общипал. Именно общипать, а не обстричь ножницами, чтобы у него были неравномерные края. А вот, чтобы он был весь такой рваный и создавал хаотичные такие пятна ржавчины. Вот. Ну и приступаем. Отмакиваем в баночку. И желательно почти до сухого момента все это обмакиваем в бумажку. Вот. Чтобы не оставлять больших точек краски. Ну, наносить я буду в основном на рубку, на бронерубку танка. И здесь, где активно перемещался экипаж на бортах. Чуть-чуть. Спереди, может быть, тоже там чуть-чуть где-то фрагментарно. Начинаем. Начинаем. Ну, как обычно, начинают все с люков. Я тоже начну с люка. Вот так, чуть-чуть слегка касаясь. Вот так. Потому что все это должно быть масштабно. И немецкая... Надо не забывать, что немецкая техника очень хорошо красилась. Качественно была окрашена. Вот. Поэтому по чуть-чуть, по чуть-чуть прикоснулись, посмотрели. Прикоснулись, посмотрели. То же самое здесь. Прикоснулись, посмотрели. Вот. Тут вот тень дает камера. Не совсем удобно. Ну, вот. Вот так. Вот здесь вот на кормовой я пока нанесу на самые светлые участки. Потому что на темных буду наносить уже за кадром. Потому что я плохо вижу, что там происходит. Ну, на ручке обязательно. Здесь все коцалось очень активно. И вот на откидном люке. На этом. По краю можно вот так пройти. Вот видите, вот так. Уже что-то видно. Что-то отпечаталось. Вот. На самой ручке. Вот тоже. Вот на этом люке тоже можно активно на ней все нанести. Обычно начинаю с темного оттенка пигмента. С дорожной пыли. Наносим ее вот так. Почти на всю плоскость гусеницы. Вот так. Кисточкой просто удобно. Она в такие места труднодоступные подлазит. Можно и лопаточкой. Но лопаточка тут не знаю как получится. Неудобно кистью. Вот так. На всю нанесем. А потом будем фрагментарно наносить пигмент песка. Песочный. Вот так вот. Ну и сюда можно тоже на нижнюю часть, чтобы... Можно даже вот так размазать. Сильно тут. Вот так. Закрываем. И теперь песок темный написан. Но вы на эти крышки не смотрите. Я тут намешал уже светлый оттенок пыли. Купаем кисточку как можем. И начинаем. Вот так вот. Где-то больше, где-то меньше, чтобы это... Как бы, ну, немножко художественно смотрел. Чтобы не затирать, как говорят, всю картину одним цветом. Сейчас все свое дело сделает сам закрепитель. Фиксатор пигментов. Вот так. Уже выглядит более-менее реалистично. Катками, думаю, заняться потом, когда все это высохнет. Поставим на бок самоходку. И уже будем проливать непосредственно на самих катках. Все, теперь берем сам закрепитель. И то же самое проделываем мы с той стороны. Я покажу это лишь с одной стороны на камеру. Потому что запах все равно есть. И мои родные меня убьют скоро. Если я буду наносить еще на вторую сторону дома. На вторую сторону в домашних условиях. На вторую сторону самоходки. Этот пигмент я буду наносить уже на улице. У себя во дворе. Чтобы не вонять. Сейчас зима. Очень все так распространяется здесь. Окна не открыть. Холодно. Поэтому быстренько сейчас нанесу. И закреплю. С этой стороны. А все остальное уже буду делать во дворе без камеры. Под навесом. Вот так вот. Ну а результат вы уже видели в моих предыдущих роликах. Как я поступаю с землей, с пылью. Как это получается. Какой-то будет результат. Ну вот мне вот очень нравится. Как вот легла здесь. Как легла здесь пыль песочная. Я хочу ее закрепить вот побольше. Вот так вот. Все. Перехожу к приклеиванию запасных траков на Ягдпантеру. Покрасил я их как мог. Если видите в разные оттенки коричневого. Конечно так вот при первом взгляде вроде бы они все одинаковые. На самом деле некоторые отличаются. Но попарно точно отличаются. Вот этот ярче и этот ярче. Этот более серее и этот серее. Эти два почти похожи. Вот. Ну что. Берем цианакрилат. Долго думать тут рассусоливать не будем. Берем цианакрилат. Вот такой вот у меня клей. Супер клей. Двигаем камеру на борт. Берем вот так вот. Трак. Клеится он будет примерно вот сюда. На свое место. Значит где-то вот здесь вот. Мне надо нанести клеем. Вернее тюбиком место приклеивания. Вот так вот. Вот. И приклеиваем. И вот таким образом. Шесть траков. Следующий возьмем поярче. Чтобы они одинаково не выглядели. Верхногами. И следующий тоже. Берем где-то вот так примерно. Наносим все это дело. Вот. И сюда. Места крепления. Вот. Что-то вот тут не очень хочет. Дружить клей с поверхностью. Так. Теперь берем вот этот вот. И приклеиваем. Так. Мажем на всякий случай гребень. Грунтозацепный. И здесь. Вот. Все. Вот. Таким вот макаром. Так. Пластиковый трос заменил на металлический. Вот он. Как вы видите. Изготовил я его из вот такого металлического троса. Диаметром 1 миллиметр. Купил я его. Этот тросик. В строительном магазине. Стоил он там какие-то копейки. 10 рублей метр. Купил на 100 рублей 10 метров. Ну это было давно. Году в 2017. Наверное. И вот уже от 10 метров осталось совсем немного. Чтобы он приобрел вот такой вот реалистичный вид. Я его не крашу. Я просто беру нужный отрезок троса. Откусываю его. Обычными вот такими вот. Бокорезами. И раскаляю на газовой плите. На конфорке на газовой. До красна. Всю длину. Пока. Чтобы вся длина была красной. Ну небольшими участками конечно получается. Потому что конфорка газовая круглая. И где-то вот. Тут до красна докалилось. Потом перемещаюсь. Здесь до красна. Здесь до красна. И так всю длину троса прокаляю до красна. Пока я это прокаляю. Это уже остывает. В воде я его не остужаю. Даю остынуть. Почему? Потому что если вы его будете остужать в воде. Он на сгибах у вас будет лопаться. Прям по виткам. По проволочкам. Будет лопаться. Он просто у вас весь полопается. И вы не согнете. Не здесь на повороте. Не здесь на петлях самих троса. И получается вот такой реалистичный трос. Потом просто берете графитовый карандашик. И поднимаете виточки плетения самого троса. Просто берете и вот так вот проводите. После того как задули всю модель матовым лаком. Вот такой простой народный способ. Теперь закоптим выхлопы. Предварительно я покрасил коричневой краской от Tami. И теперь хочу немножко показать, что здесь был выхлоп. Вот такой вот кисточкой. Распушенный я уже показывал ранее. Вот такая кисточка. И вот такой вот пигмент сажа от Zip макета. Вот. Вот такими вот вращательными движениями. Модель еще не задута матовым лаком. Потом задую матовым лаком и возможно повторю операцию для пущей зрелищности. Вот так вот. Ну и по краям тоже пройдемся. Сейчас модель вся в глянцевом лаке. Поэтому вот здесь вот на кожухах сейчас покажу. Вот на этих кожухах выхлопных. Ну я их так называю. Вот на этих вот. Можно еще вот здесь по борту пройти. Вот так вот. Вот. Но они сейчас в глянцевом лаке. И он видите плохо цепляется. Пигмент сажа. Он проскальзывает. Вот. Поэтому когда вскрою матовым лаком, будет здесь более так... Все. Получится более активно испачкать. Все-таки выхлоп летел со всех сторон. И хочу вот сюда вот на надмоторную плиту вот так вот бросить стрелянную гильзу. К сожалению, осталась последняя у меня стрелянная гильза 88-го калибра от Академовского Тигра с интерьером. Вот. Хочу применить. И что я делаю, как я делал в предыдущем ролике на самоходке СУ-152. Мне нравятся слегка подкопченные гильзы вот в этой части вот, где снаряд выходит из гильзы. Вот так вот. Я видел, как это делают опытные моделисты со стажем. Правда, я потихонечку тут сам становлюсь уже опытным моделистом со стажем. Но такая вот прикопченность мне очень нравится. Очень здорово гильза смотрится по-настоящему. Вот видите, прям у вас на глазах. Вот так вот натираем кисточкой. Все, уже здорово. Тут, конечно, я разошелся, больно высоко, но можно пальцем лишнее вот так стереть, не доходя до края. Вот так. Краской XF2 матовой белой от Томии наносим крест белый на канистру с водой. Вот так вот. Вот так вот. Наносим крест BEangan. Вот так вот. снимаем скотч с канистры смотрим как все прокрасилась вроде неплохо чёткой геометрии креста я не добивался лишь бы было значит так парни я тут немножко лоханулся что-то засуетился выходные хотел нанести на модель пыльную смывку то есть саму пыль с помощью двух вот таких вот пункт баночек вот такие вот хотел нанести на глянцевую поверхность но что-то засуетился и что-то у меня переклинило я всю модель за задол внезапно матовым лаком естественно сейчас если нанесу эту пыль ты никогда не смою и этот участок будет весь в этой пыли что я не очень хотел бы поэтому так как модель покрыта по моей ошибке матовым лаком возьму вот такой пигмент я его сам намешал дорожную пыль и начну потихонечку вот начну с кормы пылить танк вот такими вот движениями начну пылить сначала этим пигментом потом песочным сверху как говорится и на старуху бывает проруха несмотря на то что я уже в моделизме бронетехники нахожусь тринадцатого года вернее с десятого года и все равно я каким-то образом умудрился лохануться и вот так вот поступить опрометчиво скажем поэтому буду сухим методом наносить на модель пигмент пыли вот но вы увидите что мне из этого получится и впредь не совершайте таких ошибок и поспешных решений которые совершил я вот она вот так вот неплохо так ложится и цепляется конечно на корме это уместно это нормально то что на корме такая запыленность потому что танк танка делаю еще раз повторяюсь на лето вот и летом дороге все пыльные поэтому вот так вот теперь берем вот такой светлый оттенок пигмента вот и наносим поверх земляного темного оттенка но чтобы хоть как-то вытянуть самоходку из этого дерьма в которой я ее окунул скажем так вот использовать еще раз пигмент фиксер я вы не хотел бы не знаю почему потому что как вернее знаю почему потому что сильно воняет а сейчас я не могу у меня дома мои родные находится не хотел бы им портить воздух в доме потому что на улице зима сами понимаете помещение лишний раз открывать проветривать так как на улице мороз не очень хочется поэтому вот нанесу два типа пигмента вот так на сухую и потом может быть всю модель покроем а то лаком еще раз в этом месте так вот пишите в комментариях что вы думаете по этому поводу нравится ли вам такой подход вот такая корма получилась сильно запыленная вот посмотрим что как будет дальше конечно можно все это стереть но держится очень хорошо и вот кистью как вы видите очень плохо все это стирается ну тем не менее попытаюсь стереть насколько могу много стереть так ну теперь надо будет переходить на борта и на передний броневой нижний бронелист вот вот так смотрите вот такая корма вот такие вот чистые борта девственные вот ну посмотрим попробую сейчас все это дело по по вытягивать даже можно сюда вот наверх пока кисточка пыльно что-то накидать потому что сюда попадала те кто ездил по моему автомобилях по пыльной дороге те могут заметить но корма уже играет теперь хочется то же самое проделать с боковыми теперь то же самое с бортами проделываем можно вот так наносить не обязательно сверху вниз я думаю вот вот этот гусеничная полка я думаю что это гусеничная полка все-таки выше ее не стоит уже наносить можно на нее сверху вот сюда google и все на этом вот все-таки она как борт брустер работала от пыли поэтому лучше наверно вот так вот чуть выше и все выше я уже не полезу парня вот вот так вот ну вот здесь вот можно даже в банку назад смахнуть можно конечно попробовать прокапать фиксатором пигмента но не знаю мне кажется вам просто его все это дело смоет давайте теперь с пылью начну так вот раскидаем ее небольшими точками вот так вот и погнали стирать растирать все так вот сверху вниз гусеничные полки отсюда сюда вниз вот так вот и вот здесь все это вот все что можно проделать уже запыленный вид уже такой рабочий не чистый уже считаю нормально вот как видите с крышей я закончил и теперь переходим вот здесь вот я тоже нанес уже пигмент пыли ближе к краям вот так вот на края на сами отсюда с дороги могло намести на ближайшие элементы не забываем про это не сильно густо можно периодично вот так вот наносить где-то есть где-то нет пунктир на скажем так это делать ну как ведь уже преображается самоходочка уже такой вид становится вот ведь уже такой рабочий так и где еще и еще ну давайте вот здесь вот вот здесь вокруг кувалды на кормах кормовой части тоже не забываем наносить отсюда сюда пыль вот отсюда отсюда сюда пыль тоже может заворачиваться когда самоходка босс быстро едет по проселочной дороге и лето жара пыль и вот может навевать вот так поэтому не забываем можем натереть вот так вот вот все это видите сквозь нее проглядывает очень хорошо смывка темная и плюс сколы ржавчины и плюс сейчас мы добавляем сам пигмент пыли и все это вместе очень здорово работает видите так попробуем вот здесь вот здесь чуть-чуть тут чуть набросать ну думаю вот так вот дальше уже вот сюда лезть ну как бы нелогично да и не хочется если честно достаточно вот этого так вот сюда еще теперь такая немаловажная вещь как домкрат его тоже можно интересно выделить с помощью обычного графитового карандаша желательно чтобы гриф или него был мягкий и вот так вот по ребрам просто натираем графитом уже будет интересно играть рельефу у него тут какой-никакой рельеф есть вот так вот вот такие дела по удобнее взяться и так вот по ребрам по ребрам можно вот так вот теперь хочу бревно самовытаскивания война на территории ссср немцев сразу научила что с собой надо возить бревна подходящего диаметра если рассматривать много фронтовых фотографий то вы увидите что на немецких танках тигр на пантерах есть бревна привязаны к бортам или к корме их не очень много но если вглядываться фотографии фронтовые где попадается эта техника я очень часто наблюдаю на заднем плане находится танк с привязанным бревном вот это не выдумка это не какой-то там я не знаю желание кого-то там показать что это какой-то там бокс-арт вот нет это все реально было просто почему-то все думают что на тиграх и пантерах и пантерах не было этих бревен вот и во всех книжках они нарисованы соответственно без этого инструмента скажем так который помогает при вытаскивании танка из жуткой распутицы или там при замене гусеницы той же вроде бы как я слышал что тоже помогает бревно вот использую танкисты бревна но те кто реально служит на танках могут реально подтвердить сказать вот я же хочу вот так вот использовать бревно само вытаскивание сначала была идея разместить его вдоль борта потом эта идея что-то у меня отпала вот решил вот таким моментом обойтись потому что элементарно менговская ягд пантера их идет там в наборе дается такой брус где-то сантиметр на полтора сечением как раз ширину танка вот но этот брус всякие моделисты там разные моделисты основном западные красят в голубой цвет там в синий там зеленый вот и он должен вроде бы как на ней располагаться поперек ну я вот решил вот такой вот способ применить это интереснее это живее я взял ветку прошелся по ней фильтром для дерева вот вот таким вот фильтром прошелся по ней она была такая вот эта веточка сейчас я вам покажу это была вот такая вот ветка вот я от нее отрезал вот такой вот кусочек вот и прошелся по ней фильтром вот ведь какая она была светлая и вот после применения фильтра какая она стала намного интереснее вот и теперь вот я хочу ее как бревно само вытаскивание привязать к танку якобы экипаж использует это бревно для ремонта танка там и для других своих нужд вот я прав сделал нитку то есть вид нитка играет роль веревки сквозь вот эти вот почти п-образные скобы которые держат выхлопные выхлопы выхлопник коллектор как назвать не знаю вот и привязать для этого надо несколько раз просунуть нитку хочу просунуть сквозь вот эту скобу но через бревно пока без затяга пока просто так вот и чтобы не растягивать сильно видео я ну почти всю эту операцию парни сделаю за кадром вы уж меня простите потому что процесс не быстро как видите протаскивание и показываю на камеру одновременно не получится вот нитка уже ушла куда-то туда я ее не вижу с этого ракурса для этого мне надо поднять танк посмотреть куда она ушла а это все время поэтому я вам покажу уже готовый результат ну вот так вот парни получилось примотал и канистру получилось сюда вот водрузить вот так вот она даже немножечко болтается мне это даже нравится такая интерактивная немножко модель если это может так выразиться а так вот вот так вот получилось вот вот так вот мне нравится так вот хаотично по фронтовому, по военному скажем, ну вот такой вот кусок бревна всегда выручает танкиста, и так продолжаю устанавливать оставшийся обвес значит что осталось, осталось гильзок приладить на свое место домкрат, ведро и крюк, который будет держать ведро вот в этой части самоходки вот здесь сейчас покажу вот сюда я его хочу приладить, чтобы он вот так вот цеплялся вот за эту перекладину и вот так свисал сюда ведро вот хочу приладить, и осталась антенка, вот она сбоку уже покрашенная, все вперед устанавливать устанавливаем домкрат вот сюда вот в его родной зажим, под бревно вот так вот вот так теперь крюк который будет держать ведро вешаем на эту поперечную ось на которую я говорил ранее вот так теперь кладем гильзу хотел бы ее расположить как-то ну вот так вот вот так брошенную неряшливо вот так ну и теперь сама антенна здесь главное попасть в ранее высверленное отверстие там его нащупать вот так теперь после всех процедур натираем графитовым карандашом грунтозацепа на траках это просто и эффектно снизу натирать не буду потому что боюсь, как говорил ранее боюсь испачкать ватман, который находится у меня в лайтбоксе где я фотографирую модели после сборки вот так я фотографирую что он и 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 то же самое проделываем с передней части танка вот тут не подлазит берем острый карандаш и вот натираем здесь потому что тут кран толстый карандаш упирается в этот брызговик передний и теперь опять можно перейти к толстым карандашу тут ничего не мешает ему вот так вот просто дешево и эффективно после всех процедур с гусеницами самом конце проделываем эту операцию и также в самом конце после всех процедур графитовым карандашом можно таким можно таким без разницы там где в зависимости от операции где подлезете можно уже теперь повыделять вот металлический инструмент грани потому что все на ранее было придут а матовым лаком и этого эффекта не было бы видно вот и теперь можно обрисовать инструмент упал карандаш вот обрисовать тросы плетение тросов поднять вот видите у вас на глазах там все это поднимается также вот здесь здесь на всех черных инструментах крюках и так далее на черном шансы вот ножницы допустим вот ведь лопатка как уже заиграл здорово вот ножницы тоже поднимаю не зря разработчики модели делали на них рельеф и не сделали их просто плоскими интенсивно они сделали вам рельеф поэтому рельеф поднимаем стараемся как можно немножко на тросе можно поднять мягкий карандаш гриф или карандаша должен быть очень мягкий желательно вот и все и потихонечку потихоньку тут вот кромка может соскочить острым карандашом поэтому берем тупой и вот так вот натираю видите все тут же у вас на глазах все это преображается начинает появляться такой реализм ну пожалуйста смотрите какая красота и так по всем инструментам ну что ж работа завершена над моделью модель закончена я получил удовольствие от сборки от везеринга ну собственно как я и получаю от всех своих моделей модель конечно старенькая но ничего нормально пойдет для коллекции пойдет ну и собственно можно даже старой модели вытянуть что-то нормальное более-менее а тем кому нравится более продвинутые модели могут данную як пантеру купить от таких фирм как rfm dragon и еще не помню какая-то фирма новая китайская делает а таком и от фирмы таком вот для тех кто смотрит мои мой ролик первый раз в конце ролика будут фотографии этой готовой работы я в конце своих роликов всегда в конце своих работ всегда фотографирую готовую работу вот такой маленький фотоотчет и публикую в конце ролика вам всем желаю крепкого здоровья удачных проектов завершать начатые проекты потому что начатые проекты вами никто за вас не закончит и всего самого лучшего всем пока что я не знаю что я не знаю что я не знаю Продолжение следует...